Что происходит сейчас? Когда принялись показывать, а вот там из лагерей набирают людей на войну, ну, я честно скажу, ничего, кроме глубокого изумления, не испытал. При этом, ладно, я могу понять, что, наверное, в местах лишения свободы в достаточном количестве прибывают граждане, прошедшие горячие точки, вернувшиеся домой и дальше эти свои нажитые замечательные навыки, применяющие в ходе преступной деятельности. Вот сейчас они в местах лишения свободы, а давайте их вытащим оттуда, пусть, так сказать, кровью смоют. Ну, в нынешних условиях это, как-то, мягко говоря, лично для меня это очень и очень странно. Думать о том, что уголовники представляют из себя каких-то вообще сверхсолдат, это, мягко говоря, ну, как-то я даже не знаю, как это комментировать. Армия держится исключительно на дисциплине, а вы, значит, хотите набрать людей, которые на эту дисциплину не то, что плюют, а вообще ее не признают как таковую, взять их в солдаты, и они там какие-то чудеса храбрости, сообразительности покажут. Для меня это просто удивительно. Ну, и вот некий персонаж, я не интересовался, кто это такой, так, товарищей, поспрашивал. Товарищи говорят, что убийца. Ну, вот убийца, да, убийца перебежал на сторону врага. В таком возрасте, ему там явно лет не 16, в таком возрасте это глубоко осмысленный шаг. То есть, а у вас там с ними кто-нибудь работает, проверяет их прошлое, как это, что это, что они думают при этом. Оперчасть у вас внутри замечательного подразделения есть, видно, нет. Убежал. Радует другое, что его поймали, выкрали и куда-то там уволокли. Или обменяли там разные версии. С их слов, да, хорошо. Ну, сам он говорит, что он это, упал, очнулся. Гипс. Да, гипс, да. Ну, а после этого взять и стукнуть кувалдой по башке. Блин. На видео. Да, государство держит. Я не знаю, кто это видео-то делал. Наши, не наши, для чего. Государство, оно живет только потому, что обладает правом на насилие. Что оно отняло у всех граждан отнято право на насилие. Не можем мы с вами друг другу бить мордой безнаказанно. Тем более, кого-то вот решить. Давай-ка мы его убьем, потому что мы считаем правильным его убить. То есть, в любых других этих, как его, событиях, значит, следствие, судебное разбирательство, адвокат, квалифицированные люди, вынесение приговора и приведение приговора в исполнение. Нужна ли смертная казнь? Я лично считаю, да, нужна. Но только с соблюдением всех этих методов и средств, которые выработало цивилизованное человечество. А вот это вот, ах ты гад такой, сейчас мы тебе кувалдой по башке. Вы в своем уме вообще, вы что делаете? А дальше что? А сосед не нравится? Можно тоже кувалдой по башке? Ну, хотя бы по рукам или по ногам. Или не ему, а бабе его. Или детям. Вы что вообще такое делаете? И в который раз? И в интернетах там радостный вой. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Понимаешь? Награда нашла героя. Да вы чего вообще? Ну, то есть, это вот... Это с моей точки зрения, это украинизация общества. И это сведение общества с ума. Когда еще вчера никто ничего подобного и представить не мог, а сегодня сидят, хлопают в ладоши, говорят, как здорово, вот все правильно получилось. Я такое решительно не одобряю. Это недопустимо. И все, кто это сотворил, должны пойти под статью и ответить по закону. Только так. Если мы хотим, как люди, жить в человеческом цивилизованном сообществе, такого происходить не должно. Ладно, хрен с ним. Даже если происходит, вы там сводите какие-то личные счеты. Вы же тоже уголовники, наверное. Вы что, не понимаете, что про это никто не должен видеть и никто не должен знать? Ну, это же чушь какая-то. Взрослые люди.